МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Перед тем, как выйти в поле, правительство Чуваши и аграрии обсудили прогнозы на урожай 2019. Проконсультироваться и оплатить без комиссии в Новочебоксарске открылся офис регионального оператора по вывозу мусора. Первый пошел в России, стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Сегодня писали русский язык. Первый заместитель председателя правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов сегодня провел селекторное совещание. В нем принял участие глава Республики Михаил Игнатьев. На совещании обсудили вопросы реализации национальных проектов в субъектах. Кроме того, рассмотрены подходы к формированию региональных программ для достижения задач, поставленных в майском указе президента РФ. На старте посевной сегодня в Доме правительства обсуждали виды на урожай и планы на перспективу. Это повестка совместного заседания комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и коллегии Министерства сельского хозяйства. В ближайшие шесть лет для сферы АПК должны стать временем масштабных перемен. О задачах сюжет Дмитрия Ковалева. В подробном докладе вице-премьера не только отчет о проделанной работе, но и детальный анализ проблем сферы АПК. Так, в прошлом году нарастить объемы выпуска сельхозпродукции смогли только в половине муниципалитетов региона. Если проанализировать экономику районов, то из 21 муниципального района в 15 районах на долю сельского хозяйства приходится более 50%. За последние три года стабильный рост показали только шесть муниципальных районов. Чебоксарский район – 124,8, Севильский – 109,7, Янтиковский – 109,1, Баринско-Пасадский – 106,9, Канарский-Батаревский район – по 103,8. Наименьшие результаты в трехлетней динамике развития АПК в Алатарском районе – 79. Но немалая доля производимой продукции в региональном минсельхозе так и остается неучтенной. Только 38% фермеров предоставляют отчеты ведомству. И здесь необходимо навести порядок, отмечает вице-премьер. Еще одна проблема, на решение которой нацелены власти муниципалитетов – ликвидация заброшенных земель. Мы сами же видим, на самом деле этих земель становится меньше. Я каждое поле могу показать, в каком районе, где сколько обработалось. А посевные площади увеличить не можем. Да, понятно, с деньгами связаны, но все равно мы должны знать, в чем причина, проблемы, где эти земли. Вся посевная площадь за три года сократилась почти на 36 тысяч. Наладить тотальный учет за земельными участками поможет информационная система, в которой будет подробная база данных. Ближайший год нам предстоит сформировать базу данных в разрезе каждого поля по структуре почек, их плодородию. Наполнение информационных слоев позволит видеть всю экономику поля, его рентабельность, эффективность посева на конкретных почвах тех или иных культур. Приоритеты перед аграриями расставил и глава республики. В ближайшие годы в сфере АПК предстоит реализовать два региональных проекта. Только экспортные поставки сельхозпродукции должны вырасти. В два раза отметил Михаил Игнатьев. Сельхозтоваропроизводители сегодня работают и добиваются хороших результатов. По прошлому году продукция агропромышленного комплекса составила 70 миллиардов рублей. Кто имеет сегодня собственности и земли сельхозназначения, и имущество, у них ответственность огромная, они добиваются лучших результатов. Работникам предприятия АПК с многолетним стажем глава региона вручил благодарности и почетные грамоты. Госнаграды стимул трудиться с двойной отдачей, отметил Михаил Игнатьев. Ключевая задача этого года нарастить объемы сбора овощей, зерна и картофеля. На поддержку эффективных хозяйств в бюджете уже заложили многомиллионные суммы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Плата за вывоз мусора без комиссии. Такая возможность появилась у жителей Новочебоксарска. Подробности далее. Ольга Ярылкина прописана по одному адресу, а проживает по другому. Чтобы не платить за вывоз мусора дважды, она обратилась за перерасчетом в Новочебоксарский офис регионального оператора. Это очень удобно, что не приходится ездить в другой город, в Чебоксар, и, соответственно, экономит, во-первых, время и, соответственно, деньги. Офис в городе Спутники открылся в феврале этого года. До недавнего времени специалисты проводили здесь только консультации и делали перерасчеты. А теперь еще и принимают платежи за вывоз мусора без комиссии. Услуга без комиссии очень востребована. На сегодняшний день у нас приняли без комиссии где-то около 150 чеков. За день принимаем платежи где-то на 10 тысяч рублей. Среди первых плательщиков Нина Ивойлова. Без комиссии удобно. И у меня тут рядом. Хорошо, что он здесь появился. В республике пока работают четыре такие кассы. Две в Чебоксарах, по одной в Новочебоксарске и в Канаше. До конца месяца появятся еще 11. Обеспечить возможность оплаты без комиссии всем жителям республики. Такую задачу поставил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Остальные кассы будут остановлены, они передвижные, они будут обслуживать все районы Чувашской республики, начиная от АЛАТРА. И будут по графику выезжать наши работники и обслуживать население. Если будет такая необходимость, мы готовы увеличить количество касс, да, и к концу, допустим, года увеличить их и в каждом районе, в каждом сельском районе будут у нас по такой мобильной кассе. Дожидаться появления передвижных касс не обязательно. Оплатить услугу за вывоз мусора без комиссии можно в личном кабинете на сайте регионального оператора, госжилы инспекции, а также через терминалы Чуваш Кредит Промбанка. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Как повысить эффективность профилактической работы и снизить количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на антинаркотической комиссии в Доме правительства. Только по итогам двух месяцев этого года за незаконный оборот наркотиков уже задержано восемь несовершеннолетних. Это уже половина от количества задержанных прошлого года. За 20 дней марта задержали еще двух. По итогам прошлого года число раскрытых правоохранительными органами наркопреступлений, совершенных участниками организованных преступных групп, возросло на более чем 26%. В цифрах это 642 наркопреступления. Окончены и расслейны направлены в суд уголовного дела в отношении трех преступных сообществ. Одновременно ввела остальные направленные работы по подрыву экономических основ наркопреступности и при решении фактов легализации ее участниками наркодоходов, полученных в результате осуществления преступлений. Шесть преступлений по легализации и отмыванию денежных средств, приобретенных преступным путем, выявлено сотрудниками МВД за прошлый год. Преступные группировки использовали криптовалюту и легализовали более трех миллионов рублей. В этом году по этой же статье уже возбудили три уголовных дела. Чтобы снизить вовлеченность молодых людей в распространение наркотических средств, в 2018 году действовала специальная программа. На ее реализацию направили 995 тысяч рублей. Из них более 130 тысяч рублей было направлено на проведение антинаркотических акций и создание социальной рекламы по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. Более 100 тысяч рублей направлено на реализацию мер по сокращению спроса на наркотики. И почти 760 тысяч рублей направлено на ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности в муниципальных образованиях. Возросло количество подростков, которые впервые попробовали наркотические вещества. Комиссия считает тому причиной рост социально неблагополучных семей и негативное влияние интернета. С трудными подростками их родителями работают по особой программе. Как сказать вовремя стоп и не попасть в ловушку наркодилеров, говорили со студентами техникумов сотрудники прокуратуры МВД доктора. Правовой час посвятили профилактике наркопотребления. Все мы знаем, чем обычно заканчивается наркозависимость. В лучшем случае это потери здоровья в худшем смерть. Это действительно, ребята, очень страшно. Это покалеченные жизни, у которых нет будущего. Это очень трагично. И я, как доктор, который работает с 82-го года, я хочу сказать, Ни одного нормативного человека, который пробует наркотики, я в своей жизни не видела. То есть вот они как раз являлись группой риска. Поэтому ваша задача действительно сообщить, где торгуют смертью. Но в молодежной среде по-прежнему бытует мнение, что деньги не пахнут, даже если они зарабатываются смертоносной торговлей. Все больше молодых людей наркодилеры вовлекают в распространение опасных для жизни препаратов. Молодежь пытается на сегодняшний день заработать. Заработать очень быстро и очень крупные суммы денег. Крупные суммы преступники обещают за так называемые закладки. Но при этом молодые люди забывают, что за распространение и хранение наркотических средств грозит реальный срок лишения свободы. Вплоть до 20 лет. И здесь уже никакие деньги не помогут. Они часто говорят, что если бы я только знал, что за это предусмотрена какая-либо ответственность, то я бы никогда в жизни этого не делал. Поэтому эта фраза, она такая весьма определяющая. Но, к сожалению, говорят ее обычно тогда, когда уже слишком поздно. За примерами далеко ходить не надо. Главный нарколог республики может рассказать о поломанных человеческих судьбах. Самый ужасающий пример был буквально осенью, когда наша студентка второго курса, деревенская девочка. Ну, она училась хорошо. Дяденьки, мальчики, красивые, сильные. Предложили ей делать закладки. И в результате 7 лет. То есть это страшно. То есть врачом она уже никогда не сможет быть. Почему? Потому что там есть в медицинских целях наркотики. Допуск у нее не будет пожизненный. Такие встречи со студентами носят не только информационный характер. Это очередная попытка достучаться до молодежи, чтобы предостеречь их от необратимых последствий. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. В России началась досрочная сдача единого государственного экзамена. 20 марта выпускники писали литературу и географию, а сегодня русский язык. Процедура допуска к досрочной сдаче ЕГЭ такая же, как и на обычный экзамен. С собой в аудиторию можно взять только паспорт, черную гелевую ручку, что-то на перекус и лекарства при необходимости. На выполнение заданий у участников 3,5 часа. Всего заявлено 143 человека. Выпускники прошлых лет и могут также издавать выпускники учащихся 11 классов, те, которые не попадают на основной этап. Николай Константинов школу закончил давно. Он работает в транспортной полиции. Я вот решил сдать ЕГЭ по русскому языку для того, чтобы мне нужно дальнейший рост по карьерной лестнице, чтобы получить высшее образование. В общей сложности русский язык в стране сегодня сдали 16,5 тысяч человек. Досрочный период сдачи продлится до 10 апреля, включая резервные дни. Основной этап стартует 27 мая. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. В частном секторе московского района столицы прошел профилактический рейд. Сотрудники МЧС проверили электропроводку в домах, печные сооружения и газовое оборудование. Специалисты оценили состояние подъездных путей, наличие пожарных гидрантов. Подробности в нашем сюжете. Вот так не всегда доброжелательно встречают активистов добровольного пожарного общества и сотрудников МЧС. И все же каждая листовка была доставлена по адресу. В администрации города Чебоксары с Нового года подготовлены памятки для населения, которые мы каждый четверг раздаем населению частного сектора. У них отмечено правило безопасности при эксплуатации отопительных печей, правило устройства печей, правило пользования газовым оборудованием, профилактика с детьми. Казалось бы, простая инструкция. Но порой следование ей помогает избежать больших трагедий. Хозяева, которые находились в момент рейда дома, узнали состояние домового оборудования. Сотрудники делегации проверили все. Электропроводку, печные сооружения, газовые котлы. При бомбарном анимометре проверяется кратность воздухообмена в дымоходах и вентиляционных каналах. Вот здесь вот дымоход исправен, тяга имеется, но надо, конечно, все почистить, решетку снять, все помыть для того, чтобы было безопасно. С начала 2019 года в московском районе столицы произошло 27 пожаров. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Чтобы избежать возгорания, хозяевам частных домов достаточно выполнять определенные рекомендации. В первую очередь хозяину частного дома нужно обратить внимание на электрооборудование, также эксплуатацию печного отопления. Это не лишним будет иметь в своем частном доме первичные средства пожаротушения. Это относится в первую очередь к огнетушителям, большинство это использует порошковый огнетушитель. В летнее время должна быть обязательная емкость с водой. Выбор адреса рейда – овраг юго-западного района столицы – не случайный. Особенность этого частного сектора – плотная застройка. В случае возникновения пожара огонь легко перекинется на рядом стоящее здание. Поэтому в ходе рейда оценку получили и подъездные пути к домам. Видно, что дома деревянные. Подъездные пути у нас дороги узкие. Отсутствие разворотных площадок способствует увеличению времени прибытия пожарных подразделений к месту тушения пожара. Видно, что здесь пожарных гидрантов как вблизи не расположено. С начала 2019 года сотрудники МЧС обошли 17 улиц в московском частном секторе столицы. Эта работа будет продолжаться. В селе Тарханы Батаревского района отметили день рождения знаменитого земляка, художника и педагога Алексея Афанасьевича Кокеля. Выпускник Санкт-Петербургской художественной школы. Он был одним из основателей Харьковского художественного института. И долгое время преподавал там. Алексей Кокель стал первым художником из Чувашии, получившим академическое образование еще в дореволюционное время. В те годы молодым людям из национальной глубинки, да еще и из бедной семьи, пробиться было крайне сложно. Но несомненный талант Кокеля привел его сначала в рисовальную школу, а затем и в высшее художественное училище при академии. За дипломную работу в Чайной его наградили поездкой в Италию. Земляки с большим уважением относятся к памяти Алексея Афанасьевича. Имя Кокеля стало своего рода брендом не только для села Тархан, для района, для республики, но и для всей России. Именно именем Кокеля узнают наши села Тарханы. В советское время Алексей Афанасьевич работал в Харькове, оставил после себя много учеников. В память о нем на родине художника в Батаревском селе Тархана уже много лет, каждое лето собираются художники. Из России и Украины на Кокелевский пленэр. Организатор этого творческого форума искусствовед Владимир Васильев многие годы посвятил исследованию творчества своего земляка. Монография «Кокель» выдвинута на соискание государственной премии в области науки и техники. Как один из исследователей, который изучал жизнь и деятельность Алексея Афанасьевича Кокеля и показал его на фоне российского художественного искусства и мирового, это Владимир Александрович Васильев, профессор Чувашского университета. А в селе Тархана уже начали подготовку к 140-летию Алексея Кокеля, которая состоится в марте 2020 года. Сразу после выпуска новостей программа «По существу». Гость в студию – полномочный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике. 23 марта в 13 часов 40 минут выйдет и подробная версия интервью с Александром Рыбаковым. Ну а прямо сейчас для вас полезная информация. Я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. На улице весна. Пора обновлений. Теперь в Чебоксарах есть точный адрес, где легко можно найти качественную и стильную верхнюю одежду. Ярмарка «Ермак» расположена по адресу Максима Горького, 49. Ассортимент новой весенней коллекции впечатляет своим разнообразием. Здесь более 5000 моделей современной верхней одежды фабричного производства. Подходящую для себя модель найдут и юные модницы, и солидные дамы. Мы привезли новую весеннюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно вас удивит своим ассортиментом. Более 5000 наименований курток, пуховиков, пальто и плащей. Все хорошего качества, так как отшивается на наших российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Елизавета Данилова с мужем приехали на ярмарку из района. Пришли за одной курткой, а в итоге купили сразу три. Про ярмарку мы узнали через телевидение и решили заехать. А как заехали, посмотрели, ассортимент большой. Мы выбрали всей семье продукцию эту, мужу, дочери и себе. Никого не обидели. А по цене как? По цене, так, средне. Средне по нашей республике, скажем. Мужчинам тоже есть из чего выбрать. Здесь для них отведена целая половина магазина. Не потеряться в мире разных моделей, цветов и размеров помогут отзывчивые продавцы-консультанты. Ценовая политика здесь очень гибкая и начинается с 2200 рублей. Торопитесь! Ярмарка верхней одежды по адресу Максима Горького 49. Работает без выходных. По будням с 10 до 20 и с 10 до 18 по выходным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова